Мы сегодня с Назимой кухарим. Кухарим. Да, и я в том числе, между прочим. Я здесь просто так не валяюсь на диване. Я Назиме прицепила микрофон, чтобы вы хорошо ее слышали, чтобы не вторить, не перебивать ее, и чтобы вам было все четко и понятно. Итак, мы готовим сегодня плов, но это не самое главное. Главное все-таки сегодня будет выпечка, которая будет делиться рецептом Назимы, тем, которое она у себя на родине, в Узбекистане, в общем, прекрасно владеет. Так что записывайте там все. Но мы вам все покажем и расскажем. Пока Назима, в общем, все готовит, я тоже сейчас буду готовить. Но творог тот самый, который вчера у меня грелся в духовке, а сегодня он уже почти весь готов. И сейчас я буду его откидывать. Даже очень удачно складывается. Пока Назима готовит свое, я закончу со своей. Видишь, он какой? Угу. Ух, так, ну так. Да, кстати, кто не знает рецепт этого творога, посмотрите на канале Мать-Пероини. Видео называется «Большой обзор у многодетной мамы». Там я в этом видео рецепт показываю. Это уже, можно сказать, результат Мать-Пероини. Желтым, желтый, ядерик. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я поняла, что сейчас что собираешься делать? Лепешки. Лепешки. А сейчас что собираешься делать? Греть молоко. Да, греть молоко. Мы же этапы сейчас записываем в видеоролика для приготовления. Ну, короче, не судите строго. Я тоже не кухмастер и не... Как это? Блогер. Фуд-блогер. Поэтому мне немножко так вот сумбурно получается записывать, что делает на зиму во время приготовления. Но я надеюсь, вы нас поддержите лайками, всех нас, да. И не будете строго судить. Так, мы сейчас греем молоко для лепешек. Сколько градусов оно должно быть в итоге? Как парное? Или более теплое? Более такое тепленькое, чтобы было. Соли я кладу 2 столовые ложки. На сколько молока, еще раз повтори. На литр молока. В следующем пойдут дрожжи. А пачка целая идет, да? Да. На литр молока целая пачка сухих дрожжей. Ух ты. Так, берем, чтобы молоко. И добавляю я еще сюда масло. Масло растительное? Да, растительное. Ну, я на глаз там нужно грамм 200. Отлично. Прямо в молоко? Да, в молоко. С дрожжами? Да. А сейчас сюда я добавлю муку просеянную. Так, и ручками вымешиваем. Ну, смотрю, да, наверное, еще точно будет нужно, потому что много жидкости. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Сейчас на зиму. Он собирается заниматься хворостом, да, Назим? Да. Пока у тебя стоит тесто, хворост будет готовиться. А там тоже надо будет выстаивать, да? Да. И пока все это будет выстаиваться, я так подозреваю, что ты будешь готовить плов. Плов! Ура! Очень вкусный плов. Ну, вот сахар, да, Назим сейчас будет добавлять в молоко. Опять же, вот все по вкусу. Грамм 100-200 я добавляю. Ага, конечно. Но у нас объем не очень большой. Слушай, надо было на чак-чак такую большую кастрюлю, на хворост точнее брать. Хотя лепешки тоже это прикольно. Но сладости мы очень любим. Перемешиваем. Чак-чак тоже будет. Но только не в этот раз. Это слишком много рецептов, люди не запомнят. Две чайные ложки дрожжей. Ну, то есть тоже весь пакетик получается. Да, почти. Также все перемешиваем. И муку. Просеянную муку, да? Чуть-чуть можно масло тоже. Все то же самое, но это сахар. И также сюда просеиваю муку. Все на глаз, потому что надо смотреть по консистенции. Но я думаю, все внимательные зрители видели, какая мука получилась у Назимы. Мука, тесто. Тесто, какое получилось у Назимы, когда она добавляла почти 4 килограмма муки. На лепешки. Ну да. А здесь же тоже она тугое, да, должно быть? Не-не, мягкое тесто должно получиться. Ну, сколько килограмм-то у тебя уйдет сюда? Чуть меньше. Запах такой приятный. Ну что, друзья, вы сами все видите, как это все приготовляется. И я сейчас ненадолго выйду на улицу, потому что у меня там работают строители. И они кое-что делают интересное. Хотела вам тоже сделать маленькую зарисовку. Я понимаю, что это не вписывается в формат кулинарии, но мои друзья, мои зрители, мои подписчики, наверное, уже привыкли, что я делаю такую сборную солянку из информации, из наших новостей. Поэтому вчера мы на стриме обсуждали мастерскую, гараж, который я начала разбирать не так давно. И вот я, что увидела сегодня, меня просто повергло в шок. Поэтому смотрите, что я вам покажу дальше. Вот они, собаки. Собаки-баскервилли встречают меня тут, да? Так, ну что же, давайте посмотрим, что у нас тут творится. А творится у нас вон что! Вы представляете? Вы представляете? Вот это вот все вытащили сейчас. Знаете, откуда? О, Софишка! Привет, Софишка! Это все вытащили из вот этого гаража. Это гараж, мастерская, не знаю, склад инструментов был и будет, думаю. Я решила это все разобрать для того, чтобы там все сделать аккуратно, красиво и удобно, вместе с стеллажами, со всякими крепежами, чтобы можно было понять вообще, что в этом помещении находится. Потому что там все было набросано, накидано, наложено друг на друге. И некоторые вещи я даже повторно покупала, потому что не могла просто найти и разобраться. Сейчас все, еще пока все это находится на улице. Вот, мы все это вытряхнули оттуда за два дня. И я пригласила Артура, чтобы он посмотрел, что с полами. А с полами полный трэш. Сейчас я вот не успела заснять, как это было, но поверьте мне, тут было что-то с чем-то. То есть вот эти все плиты, которые там лежат около дорожки тротуарной, это пол бывший. И что мы тут видим? Здесь насыпан керамзит, здесь насыпана какая-то зола, здесь насыпан какой-то битый фундамент или, не знаю, ну что-то такое. Это все было под бетоном, то есть бетон налили сверху вот этого всего неровного, непонятно какого. Ну, в общем, ладно, мы делаем стяжку, мы делаем нормальные полы. И это помещение будет у нас под мастерскую или под инструменты, или не знаю, как мы еще это назовем, гараж, не гараж. По итогу здесь будет все красиво, аккуратно, как я это люблю и как это должно быть. На самом деле это помещение, оно очень функциональное было в период, когда здесь были другие хозяева. То есть моя соседка, когда держала животных, это помещение использовалось под зерно. И здесь стояла большая зернодробилка, хранилось зерно, и здесь его дробили. Когда мы уже купили дом и переехали, то мы его стали использовать под хранение вот этих всех триммеров, домкратов, бензокосилки, мотоцикл, тут моего бывшего мужа стоял. То есть здесь все вот в таком плане было, но здесь просто места не было, куда можно было наступить. И сейчас, чтобы просто разобраться, приходится еще и полы восстанавливать. Конечно, немножко обидно, но ничего не поделаешь. Везде нужен, скажем так, хозяйский досмотр. Хозяйская рука должна везде быть, как я считаю. Артур, прости за навязчивость. А вы сегодня уже заливать будете? Сегодня просто маяки, да? Так. Я же говорю, здесь уже что-то делается. Да. Делается тут тот самый плов из курицы. Ага, ты уже обжарила. Я вижу, курицу уже лук туда добавила. И все это действие кипит в масле. Ай, ням-ням. Какой же сегодня будет вкусный обед. Так. Кажется, у нас готов курицу. И вот. 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 так кажется у нас готов плов на зима тут приготовила плов у нас тут стоит такой красивый и сейчас мы будем его выкладывать и украшать я так понимаю да на тарелочку сделаем вам зарисовку я честно я честно признаюсь очень ждала когда на зима второй раз приготовит плов просто у нас здесь было всякое разное явство много еды много сейчас жара и мы что-то как-то не слишком много кушаем но по плову я прям соскучилась очень жалко что мне не получилось купить говядину ту который хочет на зима на зима хочет говядину только от бычков а у нас почему-то говядина только от коров старых красная в общем она бракует такую говядину и поэтому я в общем опять купила курицу но и в принципе с курицей у нас получается более диетический что ли этот плов вот свинины я не хочу вот слишком жирный плюс на зима с мужем не смогут покушать ухты как красиво слоями все это вытаскивается сверху получается морковка мясо и чеснок в общем сейчас мы будем кушать и после еды уже спокойненько будем заниматься выпечкой поэтому не переключаемся смотрим ставим лайки особенно на зиме труженицы ну вот красивый и приятного нам аппетита м м м м м м Субтитры сделал DimaTorzok Хочу показать вам, как у нас поднялось тесто для лепешек. Пожалуйста. А это вот тесто на хворост. Накрываем пленочкой. Даем отстоять минут 15-20, чтобы тесто у нас отдохнуло. Пока это тесто у нас отдыхает минут 15, я начну раскатывать хворост. Субтитры сделал DimaTorzok И так же накрываем на минут 15. На противень пергаментный лист. И чуть-чуть его мажем маслом. Пока тесто отдыхает, взбила одно яичко. Оно нам пригодится для лепешек. И вот такой белый кунжут. Можно с черным. Даем тесте в форме лепешек. У нас лепешки готовы. Духовка разогрета. Сейчас там стоит 150 градусов. Можно выпекать. Тем временем разогреваю масло для хвороста. Масло разогрелось. Испечем мы свои хворосты. Субтитры сделал DimaTorzok Тут маслом пахнет. Да, вот такие у нас пышные лепешечки получились. А там недалеко? Приготовились наши красивые лепешки, можно их употреблять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok